Это программа «Чрезвычайные происшествия». Обзор за неделю. Продолжаем выпуск. Чрезвычайные происшествия в интернете. На этой неделе все рекорды по количеству просмотров на известном видеохостинге побил ролик из России. Его авторам удалось запечатлеть существо, которое очень напоминает пришельца из фантастических фильмов. За считанные дни видео посмотрели миллионы пользователей по всему миру. В сети завязались споры, как инопланетный гость оказался в сибирском лесу. Ответ на этот вопрос нашли не уфологи, а полицейские. Репортаж Ксении Смирновой. Эти кадры, сделанные камерой мобильного, меньше чем за неделю облетели весь мир. Камера приближается, теперь объект можно получше рассмотреть. Не может быть, неужели настоящий инопланетянин? Точь в точь, как в фантастических фильмах о пришельцах. Маленькое тело, большая голова, огромные глаза. Сенсационные кадры тут же вызвали бурную дискуссию в интернете. И не только среди русскоязычных блогеров. Неужели эти события друг с другом связаны? Когда интернет охватила уже настоящая паника, инопланетянин неожиданно нашелся. В отделе полиции. Вот он в коробке для вещдоков. Под таким углом зрения в гости другой планеты уже угадывается работа его вполне земного создателя. Спечка, кусок проволоки и пластилин, который, очевидно, и стал плотью и кровью пришельца. Мы выяснили, что данную куклу изготовили из теста и пластилина, обкинули куриной кожей, засняли это все и отправили в интернет. Мы видим вот звезды, да? Вот это миллионы вселенных. Миллионы вселенных. Ну, что мы одни, что ли, здесь? Ну, все равно где-то кто-то, да, живет. У 27-летнего разработчего Ивана Батурина своего компьютера нет. Чтобы выложить в интернет видеоролик, который потом получил такую популярность, он обратился к приятелю. После того, как обман раскрылся, самодельного инопланетянина у Ивана изъяли. Остались только вот эти эскизы. Над ними, признается мужчина, работал несколько часов. Со скульптурной точностью прорисовывал голову пришельца. Ее вылепить оказалось сложнее всего. Теперь автор подделки сожалеет. Стоило добавить побольше реалистичности. Мы можем взять, вот, рыба есть, рыба, да, с рыбьей головы и ставить глаза туда. Уже как бы придаем, уже придаем суть. Этот ландшафт поклонники ролика про сибирского пришельца теперь вряд ли смогут узнать. Снег уже растаял. Иван идет к месту, где проходили натурные съемки. О, смотрели, шли, они вроде засыпаны еще снегом-то были. Что-то, что-то не то, что-то не то, там не то. И потом, что-то, оба, а вот здесь нормально будет. Полицейские ограничились проверкой. Дело возбуждать не стали. Ведь, по сути, Иван закона не нарушил. Создать такое видео может любой. А вот верить или нет, зритель решает сам. Такую картину едва ли увидишь каждый день. Ранним утром над жилым массивом завис неопознанный летающий объект. Вот какое-то время он остается на месте, а теперь начинает свое движение. Очень медленно. В таком виде эти кадры, возможно, вызвали бы интерес у поклонников непознанного. Но поставить точку можно и в другом месте. Обычное стекло, метко-маркером и простая любительская камера. Чем проще техника, тем убедительнее эффект. И мистификация готова. Ксения Смирнова, Егор Литвинов, Эдуард Егорев, Алла Мисакян. Телекомпания НТВ.